Дмитрий Белькевич, здравствуйте! Главным фактором роста аналитики называют возобновление поддержки финансовых рынков от ведущих банков. Особенно это заметно на фоне ухудшения перспектив экономик США, Европы и Китая. Названы самые популярные среди россиян профессии, какого уровня достигла безработица в регионе и на что власти мегаполиса готовы выделить гранты. Подробности далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом сообщают органы статистики региона. В области безработица в указанный период составила 5,7%, в то время как по стране она была на уровне 4,6%. При этом среди горожан показатель безработицы выше, чем среди сельского населения на 0,8%. В итоге безработами в Новосибирской области признаны почти 83 тысячи человек. Мэрия Новосибирска проспонсирует научные разработки в сфере городского хозяйства. Как отмечают власти мегаполиса, заявки на конкурс по получению грантов принимают уже с 6 февраля. На эти цели из бюджета муниципалитета готовы выделить 3 миллиона рублей. Размер одного гранта не может превышать 500 тысяч. Получить такие субсидии смогут физические лица, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью. В числе приоритетных направлений для разработок власти называют совершенствование мер социального обслуживания населения, в частности сирот, а также развитие зеленых и парковых зон города, охрана окружающей среды и развитие дорожной деятельности и общественного транспорта Новосибирска. Названы самые популярные у россиян профессии. Как сообщает известие, в минувшем году жители страны активнее всего интересовались профессии водителя. В итоге в тройку лидеров вошли профессии электрика и грузчика. Также среди россиян востребованными оказались профессии сварщика, няни, разнорабочего, повара, уборщицы, продавца и администратора. Шесть долгостроев намерены сдать в этом году новосибирские власти. По данным мэрии, на 1 января прошлого года в списке проблемных находилось 53 дома. Сейчас их стало меньше 47. Сокращению списка способствовала реализация ряда масштабных инвестпроектов. В итоге за минувший год после длительного простой удалось ввести в эксплуатацию многоэтажки на улицах Залесского, Сухарная, Беловежская, Титова, Гоголя и Учительская. До конца этого года список проблемных домов сократится еще на шесть строений. По четырем объектам вопросов у городских властей нет. Чтобы их достроить, нужны субсидии. Остальные требуют проведения ряда сложных процедур, в том числе связанных с завершением банкротства застройщиков. Депутаты Думской фракции «Справедливая Россия» предлагают на треть снизить размер налога на недвижимость для семей с одним ребенком. А многодетные семьи и вовсе освободить от такого налога. Об этом заявил председатель партии Сергей Миронов. «В наступившем году вся страна перешла на порядок уплаты налога на имущество по кадастровой стоимости, а жители регионов, которые освоили кадастр первыми, с 1 января стали платить стопроцентный налог. Для многих россиян действующие ставки оборачиваются тяжелым бременем, особенно для молодых и многодетных семей». Парламентарий обратил внимание, что в прошлом году были внесены поправки в налоговый кодекс, установившие льготы по налогу на недвижимость для многодетных семей. Однако они носят весьма ограниченный характер. В итоге «Справедливая Россия» готовит поправки в кодекс. И напоследок, житель Новосибирска придумал необычный способ заработка. Мужчина предлагает женщинам стать парнем на час. Услуга стоит в среднем 4 тысячи рублей. Сибиряк отмечает, что в эту сумму входит сопровождение дамы на дорогой иномарке, смс-сообщение якобы от таинственного поклонника и букеты цветов. При желании клиентка может отужинать с ним в ресторане. Объявление о необычной услуге появилось в соцсетях недавно, но на его уже просмотрели 190 тысяч человек. Ну а на этом у меня все. В студии работал Дмитрий Белькевич. Увидимся на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. ОТС в сервисе Перст-ТВ.